Всем привет! Меня зовут Алексей, это компания WorkTrack. Сегодня мы вам расскажем про двигатель Scania DC-12. А также мы вам расскажем про самый популярный двигатель Scania DC-13. Вы что, двойняшки? Чего пристал? Двойняшки мы! Я писать ходил. Да, также расскажем про самый мощный двигатель линейки Scania V-образный DC-16. А еще у нас есть отдельный YouTube-канал, где мы выкладываем ролики с запуском всех двигателей. Переходи по ссылке и наслаждайся. И прежде чем начать, подписывайся на наш канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Рядный 6-цилиндровый мотор Scania DC-12 HPI. Надежный, экономичный вариант для тягачей, работающих на магистральных и региональных перевозках. Менее мощный, чем 13-литровый. Сложнее в ремонте и затопленной системы, но из-за нее же более экономичный. Официалы заявляют, что данный двигатель экономит 5% топлива. Из-за того, что двигатель выпускали с 2006 по 2012 год, найти хороший двигатель с небольшим пробегом тяжело. А если нашли, будьте готовы за ним следить, так как детали системы HPI на БУ рынке стоят немало. В грузовиках Scania 5-й серии встречаются 12-литровые моторы с PDE. Это двигатели предыдущего поколения. Такой мотор рассчитан на старые нормы евро. В нем больше металла, нежели в 13-литровом PDE. Из-за чего некоторые мотористы утверждают, что он более износостойкий. Выпускался с 1999 по 2010 год. Разница между DC-12 HPI и DC-12 PDE. В системе HPI убрали электромагнитный клапана с насос-форсунок. Теперь подача топлива регулируется с помощью актуаторов. Также давление в топливной системе HPI в несколько раз больше, чем в PDE. Но это не значит, что увеличивается расход топлива. Просто увеличивается его циркуляция. Поэтому топливо в баке всегда теплое, пока работает двигатель. За это некоторые владельцы ценят данную топливную систему. Система HPI, в отличие от PDE, сложнее диагностируется и дороже в ремонте. Что по проблемам. Изначально система HPI была придумана для топлива с низким качеством. В общем, жрет любое топливо. Прямо как я в детстве у бабули в деревне. Ну, по мне видно, что я топливом не брезговал. Несмотря на это, актуаторы и форсунки забиваются смолой и серой. Но не спешите их менять. Возможно, достаточно простой чистки. Ну, а если и это не помогло, то придется покупать новое. При должном использовании и своевременном обслуживании HPI ломается очень редко. Поэтому советую вам обращаться только к грамотным специалистам, которые могут отремонтировать ваш двигатель с топливной системой HPI. Проблемы DC12-PDE. 12-литровый PDE более прихотлив к качеству топлива, нежели 12-литровый HPI. Насос-форсунки на двигателе с системой PDE ломались чаще, чем на HPI. Также стоит сказать, что на некоторых двигателях с системой PDE отсутствует фильтр грубой очистки. Если его не будет, то велик риск поломки топливной системы с последующей поломкой двигателя. Рядный 13-литровый двигатель Scania DC13 с PDE. Это простой в обслуживании и ремонте, но в то же время надежный и износостойкий мотор. Мастера знают, как его отремонтировать. Запчасти найти труда не составляет, да и ломается нечасто. При аккуратной эксплуатации мотор прослужит долго, а мастера с опытом отремонтируют или заменят в нем при необходимости любой узел. Выпускается с 2012 года по настоящее время. Из распространенных проблем стоит отметить промывы блока цилиндров. На кромке гильзы промывается металл, а из подголовки начинает течь антифриз. В таких случаях первое подозрение падает на металлическую прокладку. Но если дело не в ней, то обнаруживается промытый участок металла. Также частой проблемой является попадание масла в антифриз. Причина в теплообменнике нарушается его уплотнение. То же самое у 12-литрового ПДЕ. 13-литровые моторы 5-й серии с XPI в России встречаются реже, но тоже являются вариантом для большинства видов перевозок. Такой мотор сложнее в ремонте и более прихотлив к качеству топлива. В системе XPI внимательно стоит следить за состоянием топливного насоса и форсунок. Так как они подвержены высокому давлению и при недолженном использовании быстро изнашиваются. Некоторые перевозчики боятся его использовать, так как первые двигатели были системой EGR. То есть 30% выхлопных газов возвращалось обратно в цилиндр, соответственно быстро его изнашивая. Но со временем Scania устранили данную проблему, убрав систему EGR и стали добиваться норм евро благодаря системе SCR, снижая токсичность с помощью бака с мочевиной. Вообще XPI в России мало изучена, сложна в диагностике и ремонте. Только единицы могут вам с ней помочь. К нам часто обращаются владельцы моторов XPI. Поездив с ним и поймав первые проблемы, они понимают, что это не надо. И обращаются к нам, чтобы поменять на мотор с топливной системой PDE. OC 9. Пятицилиндровый и вообще очень редкий двигатель для нашего рынка. Видел я его столько раз, сколько видел носорога. Спойлер, носорога я вообще никогда не видел. На Scania 5 серии ставили газовые моторы с сжатым или сжиженным газом. Отличается впрыском топлива и наличием свечей, а также другими конструктивными особенностями. Если интересно, пишите в комментариях, мы сделаем на него обзор. 16-литровый V8. Это мощный и надежный мотор, который подойдет для перевозки тяжелых и негабаритных грузов. В основном используется на тралах и другой спецтехнике. Так как изначально планировалось, что двигатель будет работать, в тяжелых условиях ресурс двигателя в полтора раза больше, нежели у 12- и 13-литровых двигателей. Если, конечно, использовать его для междугородних перевозок. V8 PDE ремонтируется легче, чем моторы с топливными системами HPI и XPI. Но в то же время его нельзя назвать дешевым из-за сложности устройства. У него больше деталей, которые могут сломаться. Соответственно, данный двигатель дольше находится в ремонте. Ведь найти детали – большая проблема, как и хорошего мастера. Хотелось бы сказать, что технических жидкостей, антифриза и масла заливать в двигатель придется больше, чем в 12- или 13-литровый. Не забываем про налоги. Двигатель очень мощный. Распространенная болячка DC16 – это попадание антифриза в топливо и наоборот. Происходит это из-за близкого расположения каналов, которые постепенно изнашиваются. Небольшой лайфхак. Если не можете найти форсунки на 16-литровый PDE, то вам подойдут форсунки от 13-литрового PDE. Нужно только поменять распылитель. Также стоит сказать, что примерно с 2018 года 16-литровые двигатели с системой PDE перестали выпускать. С появлением 6-й серии все 16-литровые двигатели идут с системой XPI. Спросите, почему? Потому что выросли нормы евро, а также для экономии топлива. В общем и целом, если планируете работать постоянно с большой нагрузкой или хотите, чтобы ваш тягач проехал в полтора раза дольше и вас не пугает цена за ремонт и количество заливной жидкости, то вам идеально подойдет V-образный DC16. Ну и подводя итоги видео, мы ответим на вопрос, какой же двигатель лучше всего покупать. По нашему мнению, опираясь только на 10-летний опыт восстановления и ремонта тягачей, мы можем сказать, что для региональных и межрегиональных перевозок подойдет DC13PDE. И DC16PDE для особо тяжелых условий. Вот мы и познакомили вас с двигателями Scania. Если вам интересна эта тема, пишите, про какой двигатель вы хотели бы узнать поподробнее. Обязательно напишите в комментариях, какой двигатель стоит у вас на тягаче и с какими проблемами вы сталкивались. А если их нет, то обязательно напишите, как вы ухаживаете за своим тягачом. Мы читаем все комментарии и обязательно вам ответим. У меня на этом все. С вами была компания WorkTrack. Ни гвоздя, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова